Растягивая пружину динамометра, мы совершаем механическую работу и тем самым создаем в пружине некоторый запас энергии. Для постоянной силы работа равна произведению этой силы на перемещение, то есть площади под графиком силы. Для силы, которая меняется ступенчато, работа равна сумме площадей всех ступенек. В нашем случае сила растет пропорционально растяжению пружины. Работа этой силы – это площадь треугольника, и она равна половине произведения силы на созданной этой силы растяжение, то есть kx квадрат пополам. Проверяем работу, мы запасаем энергию в пружине, и эта энергия растет пропорционально квадрату деформации. Проверим это на опыте с катапультой. Здесь энергия упругой деформации стальной линейки переходит сначала в кинетическую энергию кубика, а потом в его потенциальную энергию. А теперь увеличим деформацию линейки в два раза. Запасенная энергия увеличилась четыре раза, поэтому кубик должен подлетать в четыре раза выше. И близкий к этому результат мы получаем в эксперименте. А теперь посмотрите на эту занятную игрушку. Откатим ее на край стола и отпустим. Она катится на другой край, останавливается и возвращается обратно, а затем повторяет свое движение как маятник. Устроена эта игрушка совсем просто. Внутри катушки натянута резинка, на которую подвешен тяжелый грузик. Резинка раскручивается, и ее потенциальная энергия переходит в кинетическую. Катушка по инерции движется дальше, и резинка закручивается в обратную сторону, снова запасая потенциальную энергию. Лук – это древнейшее оружие человека, применявшееся на охоте и в военном деле. Если лучник растягивает тетиву на полметра с силой 200 ньютонов, в изогнутых рогах лука запасается энергия 50 джоулей. А теперь мы хотим задать вам вопрос. Ясно, что лук должен быть не слишком мягким и не слишком жестким. Но чем тогда определяется оптимальная жесткость лука? Свои ответы на этот вопрос оставляйте, как всегда, в нашей группе ВКонтакте и на Ютубе.